ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края 21 сентября стартовал отопительный сезон в Забайкальском крае. О том, что котельная в Осетровке готова на 100% благодаря своевременному ремонту, рассказал начальник первого участка Андрей Волков. За период работы котельной был проведен ремонт дымовой трубы, замена, реконструкция котельной. Установлено 4 котла КВ-4-14. Один котел стоит постоянно в резерве. Жители микрорайона могут не переживать. Надеемся также, что отопительный период 2015-2016 года пройдет без аварий, в обычном режиме. Выдадим в полном объеме положенную теплоэнергию, которая потребуется нашим потребителям. Намного сложнее ситуация обстоит с подачей тепла в самой Чите, где до сих пор более 200 объектов не подключены к отоплению, в том числе детские сады и школы. На данный момент в пределах 1300 домов подключены. Остаются неподключены в пределах 250. Ну, цифра плавающая, потому что подключение началось только день назад. Поэтому очень большие проблемы всегда на запуске. То есть это и проблемы режимов, это и проблемы отключенных домов, это проблемы порывов, неподготовленности некоторых объектов. По словам Галимарданова, в течение двух недель все объекты в городе Чита будут подключены к отоплению. Что касается остальных, то по ним сейчас ведется наладка, наладка гидравлических режимов. Смотрим внутрянку, где побежит, где не побежит. То есть обычный рабочий момент. Также руководитель комитета ЖКХ отметил, что крупных задолженностей у потребителей перед ТГК нет. В целом, по краю предприятия ЖКХ задолжали более 560 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям. И, по словам первого заместителя министра территориального развития Петра Сергеева, 56 котельных получают электроэнергию в ограниченном режиме. На сегодняшний день запуск объектов теплоснабжения, водоснабжения жилищного фонда осуществляется в плановом режиме. В целом, по краю объекты социальной сферы уже подключены в объеме 92,4%. Жилищный фонд 64,5%. Запасы угля на сегодняшний день, нормативные запасы, которые нам необходимо создать, в целом, по краю созданы на 176%. Также Петр Сергеев отметил, что как только среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов в течение пяти суток, то обязаны дать отопление. В случае же задержек отопления нужно обращаться к главам сельских поселений, главам предприятий, руководителям на местах и объективно предъявлять претензии. Читинцам необходимо звонить в единую диспетчерскую службу по телефонам 3550-06 и 3550-07. Яна Жилина, Илья Татауров, специально для Забинфо.